Ни одно совещание в правительстве России, ни одно совещание в правительстве региона, ни одна пресс-конференция главы государства, либо главы региона не обходится без поднятия этой темы. Она очень популярная, она живая, она модная, она, скажем так, медийная эта тема. Но, тем не менее, тема живая и бизнес есть, и вот о ней надо много говорить. Кто такие малые бизнесмены, если они в нашей республике, и какие ресурсы роста уже есть для того, чтобы собственное дело стало успешным, на повестке дня самые актуальные вопросы развития малого предпринимательства. Раяна Ахметова пришла на правовой час как слушатель. Признается, ее давно интересует тема самостоятельной занятости. Я хотела в русле малого бизнеса открыть какую-то дизайнерскую школу. Если считать, по моему мнению, то это очень хорошо проводить такие встречи, такие собеседования, поднимать именно эти вопросы, которые актуальны на данный момент. Потому что я знаю, что не только я одна заинтересована в этой деятельности, потому что я знаю многих людей, которые тоже так же заинтересованы в этом деле, которые хотят понимать, хотят продвинуться в дальнейшем и так далее. На сегодняшний день доля самозанятых в Ингушетии только увеличивается. Это торговые деятели, руководители своих фермерских хозяйств или кондитерских. Всего свыше 10 тысяч человек, которые в основном и составляют экономику нашего региона. Их успех в большей степени зависит от качества существующих институтов поддержки. Образовательные программы, тренинги корпорации МСП, объединения «Мой бизнес» и центра поддержки – самые действенные из них. Следующий инструмент, который также есть у предпринимателей, общественный. Если я вначале сказал про юристов, это Ассоциация юристов России. Есть общественные предприятия, институты для предпринимателей, такие как «Опора России», «Деловая Россия». Это общественные организации всероссийские, которые объединяют уже с предпринимателей. И вы призваны ваши интересы, интересы предпринимателей предъявлять, представлять вовне. Чтобы пользоваться правилами успешного бизнеса, их надо знать. Эта встреча как раз служит навигатором к их познанию. Каждый из присутствующих смог задать любой интересующий его вопрос, касающийся малого бизнеса. Какие мероприятия, такие конференции помогают людям отвечать на вопросы, которые у них возникают в таких ситуациях, развитие малого бизнеса. Развивает мировоззрение, помогает в чем-то. Мы получили действительно полезную информацию, которая поможет нам избежать тех или иных ошибок, если мы когда-нибудь захотим реализовать свой бизнес. Помимо этого, полученные сегодня знания, несомненно, пригодятся нам в нашей учебе. Мы как раз проходим менеджмент и бизнес-управление в колледже. Организатор мероприятия – Центр правовой информации Национальной библиотеки Ингушетии. Специалисты делятся. Тема малого бизнеса особо актуальна для нашего региона, где процент безработных на душу населения ощутимо высок. Поэтому их главная задача – рассказать о роли, тенденциях и проблемах успешного развития предпринимательской деятельности в республике как можно большему количеству слушателей. Начиная от информационной поддержки, рекламы, например, в том числе посредством телеканалов, заканчивая участием в выставках международных, российских. Это то, на что выделяются федеральные средства через Министерство экономического развития, чтобы поддерживать предпринимателей. Об этом надо рассказывать, об этом надо информировать, для того, чтобы они знали и пользовались этими инструментами. Такие мероприятия Национальная библиотека проводит регулярно. Поучаствовать в полезной беседе могут не только студенты и школьники, но и любой желающий повысить свой уровень правовой культуры. Жаратат Холухоева, Магомед Дедигов, Новости 24.